Клещ Если говорить сегодня о сколько в прошлом году на нашей территории зафиксировано было присасывание клещей, то всего было присасывание клещей 351 укус, из них в городе 286 и у Стелимский район 64 укуса. В прошлом году зарегистрирован был в 2021 один случай клещевого энцефалита и 9 случаев зарегистрировано клещевого баралиоза. По сравнению с 2020 годом, когда пандемия только входила в свою активную фазу, все-таки население береглось. И по сравнению с предыдущим 2020 годом рост клещевого баралиоза возрос на 5 случаев. То есть 9, было у нас 4, то есть в 2 с лишним раза. Анализируя последнее десятилетие, количество укусов в целом снизилось, что говорит о качественной коррецидной обработке общественных пространств, территорий дошкольных и школьных учреждений, оздоровительных лагерей, которую проводят два раза за сезон. В этом году она начнется после полного схода снега. Основное количество случаев укусов фиксируется в дачных кооперативах и на кладбищах, а грядет родительский день, общегородской субботник. Стоит позаботиться о своей безопасности заранее. Наличие противоклещевого иммуноглобулина, который применяется для специфической пассивной профилактики у детей, имеется на сегодня только в городской больнице. И на сегодня рассчитано, что нам как бы хватит до конца сезона. Если сегодня говорить о специфической профилактике, о ней нужно обязательно сказать, то население сегодня вакцинировано в первом квартале, от плана запланированных прививок сделано у нас 22,8% по совокупному населению. Среди взрослых это 35,5% запланированных на этот год меньше всех дети, в связи с чем в детской поликлинике был небольшой остаток вакцины с прошлого года. В этом году ошибочно Министерство здравоохранения направило в детскую поликлинику взрослую вакцину. Она была возвращена в министерство и до настоящего времени сегодня еще вакцина не поступила. Если говорить о ревакцинации, то есть о недопустимости, если человек получил вакцинацию, он должен обязательно ревакцинироваться. То от плана по совокупному населению ревакцинировано 40,5%, среди них взрослое население 48,6% за первый квартал, есть еще два месяца, когда мы можем весь план выполнить. И среди детей вакцинировано только 8% детей, которые получили прививку и должны были ревакцинироваться. Вот это как бы очень настораживает эту ситуацию и она крайне негативно скажется, в том числе и на заболеваемость в этом сезоне. На сегодня для взрослых вакцины достаточно по поликлиникам и в правобережной и в левобережной поликлинике. Достаточно противоклещевой вакцины, достаточно вакцины у группы ЛИМ или МЕД, которые активно прививают, но они должны прививать своих работников. В этом году определились предприятия, которые с угрожаемым контингентом, всего 9 таких предприятий, все выявлены количество населения, то есть работников которых, и все переданы по территориальному признаку в поликлинике. Тем, кто не вакцинируется, необходимо принимать другие меры предосторожности. На прогулке одеваться соответствующе, использовать репелленты и отпугиватели вредителей, избегать мест проталин. По возвращению домой обязательно проводить осмотр детей и домашних питомцев, которые могут принести клещей на себе. Просто обращаюсь ко всем, что необходимо защитить себя. Если мы себя защитим, то даже те, кто не привитой, никогда не поймают клеща, если всегда будет одет правильно в тех местах, где может клещ присосаться, если будет использовать репелленты, и если будет своевременно проводить осмотр своей одежды, там, где может оказаться осмотр животных, которые приходят с прогулки и которые могут принести на своей шерсти клещей прямо в дом, на диван, на кровать и так далее. Поэтому, дай Бог, все будет хорошо и заболеваемость у нас будет не выше, чем в прошлом году. Если вас все же укусили, напомним, в городе есть две лаборатории, которые проводят ПЦР-исследование насекомых для выявления наличия инфекции. Заболевания, возбудителями которых являются клещи, поначалу можно спутать с обычной простудой. Людмила Владимировна напомнила, куда обращаться при укусах. Куда нужно обратиться при присасывании. При присасывании клеща, при укусе, в обычные дни обращаемся либо в инфекционный кабинет, либо в трампунт по месту жительства в свою поликлинику. Дети в свою, взрослые в свои поликлиники. В праздничные, выходные и ночные дни мы обращаемся в трампунт городской больницы, который расположен в лечебной зоне. 14 апреля на базе школы номер 17 прошел 40-й муниципальный этап Всероссийского фестиваля конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», в котором приняло участие 8 команд общеобразовательных учреждений города. Каждую сборную представляли по 4 человека – 2 девочки и 2 мальчика. «Безопасное колесо 2022» – это еще одна ступенька в развитии юридовского движения, еще один шаг к победе безопасности на дорогах города Устилимска. Милые участники, я желаю вам веры в себя, желаю вам везения и, конечно же, победы. Всего вам самого доброго. Мероприятие проводится Управлением образования совместно с сотрудниками ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Устилимский. Для участников были подготовлены различные испытания, включающие в себя состязания по трем направлениям. На станции знатоки правил дорожного движения школьники отвечали на вопросы по знанию ПДД. Проехать на велосипеде по маршруту и не сбить ни одной шашки, выполнить «змейку», «восьмерку» и пройти другие не менее сложные препятствия предстояло на этапе фигурное вождение велосипеда. Также ребятам предстояло изучить основы оказания первой медицинской помощи и продемонстрировать их на практике. Кроме того, был и творческий конкурс. У сотрудников ГИБДД работы немало. Им бы наша помощь не помешала. Выбор профессии не за горами. Мы можем быть с вами юными инспекторами. Товарищи взрослые, вы в ответе за то, что делают ваши дети. Соблюдайте ПДД и не попадайте в ДТП. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасного поведения на дорогах – одно из важнейших направлений деятельности госавтоинспекции. Сохранить жизнь на дорогах поможет знание правил дорожного движения. В этом твердо убеждены юные устилимские инспекторы. Данный конкурс помогает детям понять, что дорогу нужно переходить в нужных местах, что надо смотреть по сторонам, когда ты переходишь это все, и не переходить на красный цвет и так далее. Какое из конкурсных состязаний самое трудное, по-твоему? Проехаться на велосипеде, пройти препятствия – самое трудное. Почему? Потому что надо проезжать препятствия, знать правила и знать, как правильно проехать все, чтобы было все хорошо. Мы прошли, мы спели песню и правила дорожного движения. Для меня самое сложное было это правила дорожного движения, потому что визитку мы очень много учили. Здесь и были принимать участие много других школ. Да. Какая команда соперников самая сильная, по-твоему? Я не знаю. По-моему, мы самые сильные. Молодец, хороший достроек. Не нарушайте правила дорожного движения, потому что это… можно попасть в какую-нибудь передрягу. Школьники показали хорошую теоретическую и практическую подготовку. Большую волю к победе. По результатам конкурса первое место заняла команда 17-й школы, второе – девятой, третье – тринадцатой. Теперь юидовцы-победители поедут защищать честь города в Иркутск. Ребята, которые участвуют в данном конкурсе, они именно правила ПДД очень хорошо изучают, потому что у нас конкретные вопросы, взятые даже из учебника правил дорожного движения. Это жизненная ситуация. Они даже сейчас, пройдя, выйдя на улицу и пройдя какую-то дистанцию, увидят знак. Я не понимаю, что он обозначает. Алена Феоктистова, Антон Гемельянов, информационная программа «Северный город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова